В Иркутской области растет число заболевших корей. На минувшей неделе регистрировалось 5 таких случаев, заболевшие выявлены в Иркутске и Ангарске. Зарегистрировано 5 случаев. Из 5 случаев у нас трое мигрантов. И вот эта работа проводится в настоящее время во всех муниципальных образованиях. Мы на прошлой неделе провели заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации города Саянска. Принято решение, которое обязательно для исполнения прежде всего лечебно-профилактическими учреждениями, образовательными учреждениями, объектами социального направления. Корь, высокозаразное заболевание, передается человеку, заразиться же ее намного легче, чем другими вирусами. Что касается плановой иммунизации, то такая работа проводится в соответствии с национальным календарем прививок. Мы должны иммунизировать детей в возрасте от 1 до 18 лет, а также взрослого населения от 18 до 55 лет. Такая вакцинация в такой категории должна проводиться двукратно. Мы должны иммунизировать в 2020 году в пределах 9 тысяч. То есть такая заявка на приобретение поступления вакцины, она оформлена, она утверждена, поэтому эта работа будет проводиться. Вирус кори опасен тем, что воздействует на клетки иммунной системы. Организм после перенесенной болезни становится ослабленным и не может противостоять и многим другим заболеваниям. Признаками кори являются высокая температура, заложенность носа, насморк, сухой надсадный кашель, слезоточивость, слабость, потеря аппетита.